Окунуться в историю и водор насладиться прихожостью величных сбудований и пелевских кветок. Сопросовники Гомельского палацево-паркового ансамбля распрацовали еще один экологичный маршрут. Он ураживает матры в истории и природы с получением архитектуры и ландшафтного дизайна. Разностаенностью флоры, тонким водором десятков тысяч кветок. Про биологичное, богателепшего узора садово-паркового мастерства Беларуси далее в сюжете. На 18 гектарах тысячи древ и кустов мясовых и экзотичных пород. Радких, нехарактерных для Беларуси. Коталь породом с Карибских островов, тюльпановая древа с полночной Америки. Европейский клен названый у гонор-белегийского короля Леопольда. Родимы многих далекие краины розных континентов. Эти гингобелоба являются прапра-отец, прапра-мать всех хвойных растений на планете Земля. Палацево-парковый ансамбль не одну из шиперобудовывали от поведности с густом новых господаров. Территория таксома переживала модный апгрейд. Менялись оладальники, ландшафтный дизайн, сортовая разностайность рослин. Оленья сменам заставалась обогатеть зеленых насаджению. Туристы приезжают, делят атмосферы. Очень чувствуется запах. Больше всего меня впечатлило большое количество растений, их история, происхождение, откуда они были завезены. Смотришь на растения, на деревья всякие. Понимаешь, что они еще росли, когда румянцев был. Такое трепетное чувство в душе. Такое ощущение даже не знаю, как передать, честно. Ружи – визитная картка и бренд-парка. У двух ружовников больше, как по тысяче кустов, соправданная царец и кветок. У сего 27 селекционных сортов. Цветут с середины красавика до перших заморского. Почему они так хорошо цветут? Потому что заботятся сотрудники нашего парка. То есть это уход. И, конечно же, гемельчане, которые следят, знают, что мы памятник ботаники, которые не срывают розы исключительно, только эстетически ими любуются, наблюдают. Многим нравятся наши лебеди, многим нравятся наши белки, тюльпаны, экскурсии по музею. В целом атмосфера, которая здесь создана, поддерживается с большой заботой и любовью. Докраннуться до истории про атмосферу тонко галетиловного водора и ауры самой природы. А еще поглядеть на жемчужину полесья про спрызму часу. На территории ботанического памятника природы, по которому непосредственно проходит маршрут, произрастают около 3000 деревьев, 89 видов и примерно столько же кустарников, 79 видов. Представлены так виды растений, чтобы все время что-то цвело и удивляло людей. Чем и примечательный, скажем, ботанический памятник, потому что он как раз занимается не только сохранением старых деревьев, но в том числе и интродукцией, скажем, новых каких-то видов, адаптацией к климатическим условиям. Кожный год жемчужину полесья наведывая больше 300 тысяч человек. Новый маршрут эколога-биологичной накерованности – один за маль двух десятков.